Рыбаки и рыбачки. Сегодня будем делать медузу вот с такой штуковиной. Вот стопор. Берем это снимаем, здесь обрезаем, у нас получается вот такая вот штуковина. Потом используем это фонарика такого лучистого, а тут фильтры разные стояли. Мы этот фильтр убираем, эту штуку оставляем, берем вот эту проволочку и сюда продеваем. Под камеру делать это очень просто. В общем, дальше все понятно. Но прежде чем продеть, мы одеваем вот сюда этот наш колпачок. Ой, извиняюсь, с этой стороны. Мы его надеваем, плотненько прижимаем. Потом вставляем вот эту проволочку. Сюда, для крепления. Вот так вот мы продели. А теперь вот эти усики, что у нас есть, раздвигаем. Сюда зажимаем, сюда зажимаем. Все, готово. Теперь видите, вот здесь отверстие нужно замотать. Можно бумагой, но я сейчас возьму изолентой, обмотаю, чтобы оно держалось прочнее и чтобы свинец не выливался. Мы сейчас зальем свинцом. Но свинец нужно расплавлять не сильно, чтобы он набрал температуру, чтобы он был более-менее влажный. Вот так вот обмотали. Это дело все. Оторвали. И теперь берем нашу заготовочку. Вставляем сюда так, чтобы влажным песком она охватилась. Тогда будет не расплавляться этот наш пластик. Такой он у нас. И сейчас зальем, посмотрим. Ну вот, сейчас пробуем заливать, что получится. Вот я вытащил. Видите, ничего у нас не расплавилось. Сейчас это смою покажу. Смотрите, как чуденько получилось. Вот это обрежем. Снимать даже не буду. Пускай остается такого же цвета. Теперь здесь делаем чуть-чуть пропил. Пропил делаем. Ставим сюда крючки. Тут тоже пропильчики такие. И у нас будет прекрасная медуза. Вот. Доделаю до конца и покажу вам все. Делается просто и замечательно. Я так думаю. Теперь показываю. Берем вот такой напильничек и по кругу отпиливаем. То есть делаем чуть-чуть углубление, чтобы проволока лучше держалась. Как говорят в народе, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот поэтому я вам показываю. Все. Теперь делаем вот здесь вот, вымеряем три разные точки. Делаем тоже надпилы, чтобы крючок сюда лучше шел. Понятно, да? Все, под камеру делать. Не буду так, чтобы я вам покажу. Вот получилось, видите, такие три надпила. Теперь крючки завернем и вставим. Вот видите, видно, вот пропил. Я ставлю крючок, он сюда впадает. То есть он имеет возможность здесь держаться. Теперь нам надо разогреть и повернуть вот это ушко. Еще одна немаловажная деталь. В правилах говорится, чтобы крючки в снастях, вот в данный момент я смотрел, не должны быть больше сантиметра. Здесь меньше сантиметра. Так что это драчом не считается. Люди отдельно говорят, что драч получается. Нет, это не драч. Сейчас дальше сделаю и покажу. Самую сложную работу мы сделали. Разместили крючочки вот здесь. Ну, надо сделать было бы лучше, чуть-чуть надрез, чтобы она лучше крутилась. Ну, это дело разработаем. Но самое сложное было, конечно, чтобы это все совпало. Это трудная работа. Ну, трудная, потому что навыков нет. А у молодых людей это получится сделать очень просто. Вот так мы сейчас это закрываем. И я считаю, что данную медузу не надо ничем красить. Вот она, видите, так сделана прекрасно. Думаю, должна работать. Будет время, схожу попробую. Вот такой у нас получился медуза, как сказать. Все, спасибо за просмотр, ребята. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok